А перед началом ролика позвольте вас познакомить с военно-историческим сервером Майнкрафт. На данном сервере установлено немало модов на Первую Мировую, так что вы сможете окунуться в данный конфликт. Притом недавно там произошел вайб, так что все будут в равных условиях. Но освоиться и хорошо погрузиться в игру вам поможет большое и дружное комьюнити. Сам по себе данный сервер является молодым и перспективным, активно развивается. На сервере присутствует дешевый донат, ну и как заявляют сами разработчики, это один из лучших серверов по данной тематике. Чтобы самостоятельно убедиться в этом, переходите по ссылкам в описании и зацените сами. Приятной вам игры! 1933 год в Хойке. Новый сценарий, где мы можем с вами поиграть за множество стран и изменить историю. Мы играли тут ранее на стримах и за советов, и за немцев, но сегодня я хочу вам в ролике показать альтернативные пути Советского Союза. Если вам такая тема зайдет, то я постепенно покажу все. Ну а сегодня мы стартуем с первой интересной альтернативы, которая в оригинале сделана очень плохо. Начинается все с митинга Деникина, судьбы нашей нации, а дальше идет в путь свободы. Да, демократия в Советском Союзе и именно демократический путь. Будем нести свой факел демократии во весь этот мир и даже делать великое содружество независимых государств. Из альтернатив на будущее здесь доступен путь Старого с двумя разными направлениями военной диктатуры Власова, либо же Дома Романовых. Также здесь доступен путь Орла с переворотом на русскую фашистскую партию, либо же всероссийскую фашистскую организацию. Но и от коммунизма здесь тоже можно далеко не отходить. Есть переворот Троцкого, где будут судить Сталина за его преступления, либо же новый подход. Здесь у нас путь мирного большевизма. И конечно же сам путь Сталина тоже здесь сделан. С чисткой, с расширением разведки НКВД очень много фокусов по сравнению с оригиналом здесь тоже завезли. Это все было политика, а также понятное общее древо фокусов есть для всех этих направлений. С расширением территорий, с улучшением экономики и с развитием войск. Вот знаете, такое небольшое древо за Советский Союз бесплатненько просто в моде. Пути реально годные и сегодня мы посмотрим на путь демократии. Надеюсь вам понравится и вы поддержите данный ролик своим лайком и комментом. По национальным духам, социализм в одной стране больше, политики. Дом революции, стапка и строительство хуже, но зато защита от смены идеологий. Красная армия, очень приятные бонусы. Гипермужественный менталитет, куда же без этого. Советское машиностроение, военно-морские исследования у нас так чуть-чуть страдают. Служба НКВД бонусы дающая, дальше распространение болезней. Надо будет с ними бороться. Низкий уровень грамотности тоже надо будет его поднимать. Ну и суровая зима. Да, каждую зиму Советы получают плюс 50% к обороне на нацтерриториях. Балансненько ничего не скажешь, особенно если ты будешь играть против Советов. Вот там ты почуешь всю их мощь. Армия стартовая, как и в оригинале. Единственное, я тут НКВД дивизии убрал. А так все то же самое, что вы могли видеть в оригинале. Все те же самые войска. Командующие тоже похожие, за редким исключением. И с добавлением, конечно же, рабочей крестьянской Красной Армии. Промышленность чуть урезана. 41 фабрика, 27 военных заводов и 8 верфей. Но из интересного в моде, конечно же, кроме фокусов, еще и древо исследований, которое заменено, расширено и немного, конечно же, переделано. Надо будет привыкать по новой, дабы здесь активно и хорошо развиваться. Но это так. В общем, о моде. Долго останавливаться не буду. Давайте уже выходить в новый путь, в митинг Деникина. И приводить демократию к власти. Усаживайтесь поудобнее. Надеюсь, будет весело. Сам митинг Деникина заключается в том, что он окружает Москву военными, армейскими частями. Дальше запрет КПСС идет. Объявляется военное положение. Давятся ком чиновники. Ну и уже потом мы выбираем судьбу нашей нации. Здесь сделано все достаточно мирно, без гражданки. Конечно, может быть, это даже скучно. И гражданка здесь бы не помешала. Но такой вот путь избрали мы на дело. Нам остается лишь его принять и пройтись по нему. А вот и Власовский переворот. Войска верные Власова окружили Кремль. И Сталину был предъявлен ультиматум. Штурм Кремля, где у нас три варианта. 50% он под арестом. 25% убит во время штурма. И 25% Сталин бежит. Сталин под арестом. Нам повезло. Политку, стапку. И у нас с вами теперь российское государство. Мы временно под управлением Власова, диктатора нового. Дом Романовых. 100% поддержка благодаря вот этим всем фокусам, которые были до этого. Но никто не мешает нам в дальнейших ивентах как раз выбрать наш путь и пойти по свободе. Вот как раз коллекционное правительство. Какой курс выберет наше правительство. Решить позже. Умеренно это нейтрала. Здесь националисты. Здесь демократия. По социалистам пойдем. 30% поддержка трудовиков. Ну и давайте путь свободы. И хоть гражданки у нас не было, зато вот здесь все дебафы дают, конечно, жесткие. Демократический дрейф под работами. Фабрик меньше строительства. Макс эффективность производства. Здесь движение рабочих. Еще идея. Здесь у нас, да, поддержка демократия. Но дальше хоть и стапка, политку тратим. Здесь вообще свободная пресса активируется, которая тоже дает немало так-то дебафов. И все это ради проекта новой конституции и свободных и справедливых выборов. Ну да, сломай свою экономику. Ради того, чтобы сделать выборы. Хорошее решение. По поводу же немцев. Они здесь пошли по истории. Поэтому, да, Гитлер здесь будет. Противник у нас тоже растет. И древо, если что, у Гитлера именно здесь самое интересное. Мы играли на стриме здесь по альтернативе. За путь вот как раз к Генцолернов. Но это скучно. Путь демократии еще хуже. А коммунисты здесь вообще сделаны чисто для галочки, видимо. И, кстати, вот я говорил, что здесь не реализована гражданка. Ну, точнее, может быть, нам ее повезло не получить. Скорее всего, если Сталин бы сбежал, то она была. Но здесь есть логика в демократии. Потому что они делают социалистическую революционную партию. Потому что возвращение к конституционной монархии и дома Романовых, ну, я не знаю, немного странным кажется. Мы же все-таки мирно перешли в новую власть. Значит, идеи на тех, кто за коммунизм был, еще есть. Поэтому давайте делаем социалистическую революционную партию. Именно для отыгрыша. Трудовики становятся правящей партией. Стал демократы. У нас Керенский у руля теперь. У нас добавляется политсопротивление. Военные сопротивления. Ну, вот видите, не все довольны как раз тем, что мы переходим в новую власть и в новое правительство. Но, к счастью, со временем мы можем укрепить демдух, убрать военные сопротивления здесь, разобраться с полицепротивлением, и сделать дом свободных, бесплатное образование для всех вести, и даже сделать трудовые реформы. Ну, давайте, давайте. Все для народа, все для людей. А вот и события. Партия социалореволюционеров была крупной политической партией в поздней императорской России, а также на обоих этапах русской революции и в ранней советской России. Через борьбу вы добьетесь своих прав. Мы теперь вновь Российская Республика, социалореволюционная партия, ну и, собственно, все так же Керенский у руля. И вот я дошел до интересного выбора. У нас тут, с одной стороны, отменить договоры 1922 года, с другой стороны, обеспечить прямое управление. И здесь мы автономию всем странам даем, свободу в качестве марионеток как раз, и потом организуем новый союзный договор, как раз союз суверенных государств, почти как СНГ. И как раз благодаря этому открываем себе путь нахождения новых союзников, готовиться к битве и статусу великой державы получать. В то время как тут мы можем выступить единым фронтом, не очень понимая вот эти фокусы на соответствии, ну, на подчинение в этих регионах, потому что там нет никаких повстанцев. Но дальше нам дадут возможность Великую Российскую Федерацию объявить и просто остаться в нейтралитете, никуда не рыпаться и никуда не двигаться. Ну, как по мне, это немного странно. Хотя, хм, я все равно могу двигаться вот по этим фокусам, мне никто не запрещает тут пойти и забирать страны под себя. Очень странный микс. Не, ну давайте так, логично подумаем, у нас с вами социал-революционная партия. Как-то разбивать свою страну, дробить на кучу мелких стран, тоже немного странно, учитывая, что мы все-таки заобъединялись так много раз, столько страдали. Ну, давайте тогда через обеспечение прямого управления. Да, мы будем по-своему нейтральными, но при всем при этом мы будем готовиться к худшему, наращивать производство вооружения, обучать наши войска, обязательную службу здесь вводить и при всем при этом развиваться еще через Российскую империю. Но в данном случае, я думаю, неплохо, если бы это название менялось, потому что здесь, да, мы можем достигать Великой России. То есть разобраться с Польшей, с Индией, с Китаем тоже что-нибудь реализовать и тем самым восстановить сначала Третий Рим, а потом еще и Римскую империю. Ну, чтобы не только одну битву с немцами, давайте тогда все посмотрим. Этакая нейтральная демократическая Россия с небольшими фишечками. И знаете, раз мы демократия, то предлагаю еще организовать здесь не ограниченный экспорт, а накормить весь мир. Ну, в шуточку, я ее раньше называл кукурузной экономикой. Да, у нас тут очень хорошие бонусы идут, фабрики освобождаются, но мы тратим 65% ресурсов и теряем минус 3% населения. Но зато кормим весь мир. Август 35-го уже Рейнская область полностью немецкая. Мне кажется, они тут немножко с опережением времени идут, не находите? Ну ладно, ладно. Видимо, немцы боятся, что мы тоже стали демократами, Великой Российской Федерацией, и объединимся вдруг с демократами. Вот и пытаются хоть как-то нарастить свою силушку. Ну а я сделал здесь. Россия выступает единым фронтом. Нам теперь нужен бастион демократии, чтобы двинуться дальше. Но я предлагаю немножко заняться все-таки экономикой. У нас тут есть как раз экономическое древо. И логичнее всего, наверное, для нашей страны это доверие к свободному рынку. Ну, ближе всего как раз к партии. Поэтому давайте берем его и проверим заодно. Раньше это древо боговалось, и вот эти вот бонусы, когда ты берешь, они сразу же исчезали. Давайте посмотрим, как сейчас. Как-никак, хочется с одной стороны проверить, а с другой стороны отыграть именно для отыгрыша, развить промышленность. А уже потом подумаем о небольших расширениях, но не ради Российской империи, а ради Великой Российской Федерации, под управлением как раз-таки Керенского. Ну, а по поводу пути экономики, видимо, подправили, теперь все хорошо, нормально, она не слетает. Даже когда правильный выбор дел, согласно партии, он слетал, а здесь все хорошо, бонусы есть, постепенно развиваемся и выйдем в новую даже ичейку исследований. Хоть я и не могу отправить добровольцев испанскую гражданку, потому что у меня запреты за демократию и возможности просто такой нет, я все равно отправил им этаже, хотя бы небольшая поддержка. Также здесь по решениям им открыл совершенную пехотку. И да, у меня есть модификатор наступления против фашистов в Испании, но не могу его реализовать. Начинаем. Небольшое наше расширение в ноябре 36-го. Я предлагаю здесь все-таки через ультиматумы тем странам и тем территориям, которые когда-то были наши. А здесь уже подумаем через присоединения, через разделы и через Восток, как действовать. Ну, по крайней мере, экономика здесь завершена, новый университет в Москве получили. Либеральная экономика, так теперь вообще, смотрите, одни бонусы дает. 10% вроде бы, но не так много, но все равно приятно. А дальнейшее движение здесь это индустриализация либо же поддержка классики. Думаю, очевидный вариант, где все-таки через индустриализацию потом потихонечку ее улучшать, дабы сделать действительно современную страну. Вот такой вот здесь путь предлагают. Вот отправил я ультиматумы, но мне вообще никаких наповещаний. Отправились они или нет, что нам ответили или не ответили. Кажется, наши ультиматумы такие, а, ну ладно. И отложили куда-нибудь в стороночку, а мы даже ничего против них и сделать не можем. А это грустно. Видимо, нам придется против той же самой Румынии действовать более агрессивно. Вот так вот мирную демократию несем в этот мир. Потому что ультиматумы, как я вижу, не действуют. Нет никакого ответа от Балтийских республик и, скорее всего, сейчас от финнов тоже никакого ответа не будет. Давайте чуть подождем. Ну да. То есть это чисто молчок, не действует. Поэтому уходим дальше аннексировать Румынию. Заодно затейстим нашу армию. Нам тут надо будет разобраться ну, с достаточно опасными странами. Учитывая, что втроем они так-то могут немало сделать. А мы заберем себе тогда, получается, Бессарабию. Хотя зачем Бессарабию? Мы просто все это сделаем вассалами, наверное, да? Чисто вассалитет. А, подожди. Финны все... Почему тогда Прибалтика ничего не сказала, а финны такие? Мы отказываемся. Вот это немножко печально, но мы пойдем сейчас на финнов. Нам претензии не даровали, поэтому, видимо, придется просто их делать вассалами. Не знаю, как они тут в демократах реализованы, но сделаем так. По шаблону. Просто 9 пехоты, но зато здесь арта, саперка, снайпера, огнеметчики, мортирки. Кстати, единственное, что я еще хочу сделать, у меня вроде как очень много арты. Да, я хочу еще арту сюда добавить. Во! 9 на 1. Как же я люблю этот шаблон. Отказ так отказ. Что поделать? У нас есть теперь цель. До апреля 37-го финны отказывают. Весь мир у зрелых отказ и такого. О, ничего себе! Какие они уверенные, да? Ну, получайте. За свою-то уверенность. Агрессивное выполнение с сохранением целостности. Прорываемся сразу же. Вперед. Ну, как бы... Укрепа, конечно, есть, я не спорю, но мы даже через них пробиваемся, организацию противника уничтожаем, и все. Здравствуй, Хельсинки, и здравствуй, наша с вами Финляндия. Так, пришел черед Румынии. Ох, ох. О, подожди, я же не то глянул. Тут и Турция, тут и Греция. Вау! Вот это сейчас будет весело. Ну, давай, ну, давай. Не, ну, здесь прям придется постараться, ты че. Мы, считай, все Балканы, за исключением только вот Болгарии, агрим на себя, ну, Албания. Чехословакию еще забираем, Венгрия только лишь в стороне сидит. Сейчас будет весело, сейчас будет тяжко, но давай, давай, ради такого... О, кстати, финны соглашаются, наши требования. Карелию и Салу можно забрать. Ну, учитывая, что я уже забрал Хельсинки, что финны уже больше, чем наполовину капнули, а они до нуля, кстати, будут сражаться... Не-не-не, давай продолжим. Будем до конца вести наш бой. Ну и границы здесь, конечно. Че-то я чую, я даже Румынию не пробью. Ну, давай. Давай, давай, че нам рисковать? Вперед! К победе! Ух! И не выухнем больше, а на всех фронтах просто в атаку. Удачный рейд. А, просто с японцами. Ну, давай. Чисто удача. Да, и рейд. Да, армейский опыт, спасибо. Здесь мы... А, мы прорвались все-таки. Воу! А я-то думал, мы не сможем, но мы прорвались через Бессарабию. В горы мы тоже заходим. А мы красавцы. А мы реально красавцы. Наша армия прям тащит. На волевых, но прям идет, идет и идет к победе. В турецком регионе я предлагаю все-таки остановиться. Здесь уже тяжеловато идет дальнейшее продвижение. Видишь, большие потери. Горы и оборона в них это уверенно. Уишки выходят, а мы с вами... Не хочешь вот так вот вперед просто пробиться? Атакуют, знаешь, напрямик такой. Не, я через горы пробьюсь. Зачем мне ваши обходы? Зачем мне все это? Я и так могу. Все. Румыния наша. У меня вот тут вопрос. Их вассалами делать? Просто каким они вассалом станут? Вот в чем у меня вопрос. Написано, что марионетка. Я просто боюсь, что их марионетка это будет демократическая марионетка. Что? 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 Австро-Венгрию можно создать? Ну, ребята, ну, простите. Я не могу не создать Австро-Венгрию. Все. Австро-Венгрия. И тогда вот эти территории, видимо, все-таки может быть, Молдаву сделаем, а здесь Румыния тогда останется некрасиво. Ну, давай вот так вот сделаем. Вот так вот и остальное Румынию. Все. Еще и флот себе заберем. Бамс. Я просто не мог пропустить Австро-Венгрию. Уж простите. Да, Дунайская конфедерация. Они все, да, демократические вассалы. То есть, рано или поздно они освободятся, потому что плюс два рост. Будет Австро-Венгрия, будет сейчас захват Чехословакия, Югославия, ну и потом что-то будем с Турцией делать. Вот, наверное, через Грецию пройдем, Стамбул пробьем. Из двух направлений тогда будет проще. Интересная вещь, но Венгрия, смотри, Хорти отстранили от власти, мне написали ивенты, они тут стали просто вассалами. Вау. Интересный расклад. Так, здесь мы прорываемся. Давай сразу же к Праге атаку. И здесь тоже вперед атаку. Ну, кстати, Югославия нас держит. Я удивлен, но они каким-то образом это организуют. Здесь снабжение, скорее всего, просто, да, пока еще не подошло. Очень красивый север, конечно, в трех провинциях. Знаешь, до конца так держится. Но ничего, сейчас со всех направлений просто их уже выдавливаем. Конечно, куча потерь здесь по организации. Вооружений мы здесь посеяли много, но Финляндия побеждена. Ура. Нравится, что отдельные миры со всеми странами. Это так удобно. И грустно, что... А, не, у Дунайской конфедерации тоже есть претензии. Ну, хорош, Австро-Венгрия будет жить. А еще веселье это восстановление Османской империи. Ну, давай. Я не могу пройти, мимо такого, поэтому мы делаем. Дунайская конфедерация, Черногория, а здесь Османская империя. Либеральная Антанта. Демократическая Россия восстанавливает Австро-Венгрию и Османскую империю. Но уже под демократией. Уверенно, залетаем в Грецию, сразу же забираем порты, ну и все. Греция тоже станет нашей. Ну, а с финнами мы разобрались. Тут надо было вот эти вот территории еще подсобирать Аланские острова. Финляндию сделал вассалом, забрал лишь Карелию, да, пускай освобождаются в таков путь. И вообще удобно их побеждать, потому что они не в одном альянсе, и из-за этого они не отступают на территорию с как бы страны, с которой мы также сражаемся. Мы просто спокойненько, видишь, полностью выпиливаем эти дивизии. Все, победа почти в нашем кармане. Давайте уже добивать Грецию, а потом Турцию со всех сторон. Новое расширение Османской империи. Я даю только национальные территории ей, которые как раз должны быть ее, а здесь Греция. Наш новый вассал тоже организован к своей цели. Мы сейчас прорываемся вот здесь вот, по крайней мере, я на это надеюсь. Правда, то, что он каждый раз новые дивизии подводит, не очень приятно, но давай, еще больше, еще больше войск. Из веселого Монголия почему-то оказалась Японская, и Япония теперь оправдывает цель против нас через 170 дней за Владивосток и Хабаровск. Здрасте, а вот неожиданно, но здрасте. Ладно, давайте оборонять теперь. Здесь очень много территорий надо защитить, я предлагаю тогда сначала Туву забрать, а потом уже каким-то образом скрыть все вот это дело. А, знаете, что прикольно, мы можем и не оставаться в нейтралах, мы можем создать свой альянс. Давай тогда, не, давай, я думал, это не будет доступно, это можно. Тогда давайте свой альянс, все-таки как-то в нейтралах оставаться странно, учитывая, что мы сотворили. Получим тогда союзников, правда, на востоке уже смысла нет, потому что они все уже не наши, хотя можем до сих пор их при... Подожди, мы можем до сих пор китайцы, китайские вот эти вот вассалы призвать к себе, несмотря на то, что они вассалы Японии. Хм, а это звучит интересно, давайте попробуем, потому что Балканы уже и так наши, а вот с Азией так повеселится, а прикольно звучит. Январь 38-го года, прорываемся через Словакию здесь, здесь уже, смотри, Османскую Федерацию восстанавливаем, со всех сторон уже окружаем остатки турецкой армии, скоро разберемся с Турцией, тут будут Османы, тут я надеюсь, мы сможем дальше пробиться, да, через Чехословакию, как сейчас армия освободится, ну и обороняться от Японии тоже будет чем, армия ведь свободна теперь. Можете заценить теперь мир, Османская Федерация, Румыния, Дунайская Конфедерация, здесь у нас Сербия с Черногорией, но неплохо, сейчас еще создадим Альянс, а я вам покажу наши границы более удобным вариантом. 7 февраля 38-го, все, Чехословакия наша, давайте замиримся, теперь это все официально Дунайская Конфедерация, наш с вами Австро-Венгрия, ну и вот он Альянс, Содружество Независимых Держав, бедная ось, но она ничего не смогла, нам теперь в идеале бы еще с Австрией разобраться, но тут видишь гарантия от итальянцев, они ее защищают и с Венгрией, но Венгрия здесь уже под немцами, а так мы восстановили Австро-Венгрию, в тех границах, в которых пока можем, захватили новых вассалов, сделали других вассалов, османы под нами, ну и теперь готовимся к битве с японцами, остается не так уж и много, 4 апреля 38-го у нас будет битва на Востоке, при этом надо не забывать на том, что нам бы еще и в Польшу расшириться, здесь тоже у нас есть цель на подружиться, между прочим, с Америкой и вместе с ними разделаться с японцами, а давайте попробуем, но сначала хочу союзников здесь заиметь, мало ли до битвы нам удастся как-то с ними подружиться. Эх, чуть-чуть не успею, у меня только вот фокус как раз следует с 30 дней, одни нападут чуть раньше, всех этих вассалов заиметь к себе, ну давай Япония, пойдешь, не пойдешь на нас. Вообще Ишка должен пойти, несмотря на то, что я сел всю свою армию и ему как бы плохо, обычно Ишка атакует, но мало ли может боиться сейчас наших границ, посмотрим, а может быть дает нам шанс как раз договориться с остатками Китая, чтобы его под себя забрать. Хотя да, смотри, дает реально, ну все, китайское членство в нашем альянсе, давайте теперь влияние еще здесь на ком соседей, которых уже нет, и... е, хорош, и посмотрите-ка просто сюда, новые страны в нашем альянсе, Тибет, Клика, Гуанси, Юньянь, к сожалению, не захотел к нам в альянс вступаться, но так-то Японию мы теперь с разных направлений так слегка окружили, ну посмотрим, насколько у них тут хватит силы уверенности, скорее всего, скоро даже оправдание уже пройдет, и мы так и не посражаемся на востоке. И все, Япония потеряла цель против нас, у нее есть лишь цель против Клики, Шанси, которые и так в их альянсе. Вот так вот, на востоке, мирно, возвращаемся в Европу, на запад. Кстати, а моя помощь-то, смотри-ка, помогла, благодаря АТАШЕ, вау, они до сих пор держатся, и гражданка идет, но неплохо, несмотря на то, что мы, а мы, кстати, не самая агрессивная страна, всего 24% мировой напряги внесли, учитывая то, что мы покорили все Балканы, и покорили финнов, мировой напряги почти, и нет. Август 38-го, Польша, здравствуй, я тебя ждал, лови меня в гости. Ух, полетели веселиться сразу же со всех направлений, но тут уже понятное дело, наша армия против Польской, это не ровня. Еще немножко расширим нашу Дунайскую Федерацию, да и себе заберем территорий. Из интересного, я здесь могу восстановить себя сателлитом Пруссию, да? Не, ну, давай, мне это кажется очень интересным, а здесь просто предлагают нам территорию забрать, либо же сделать Польшу вассальной. Если я влезу, то границы будут некрасивые, ну, а Польша вассальная тоже, конечно, смотрится, а давай, давай влезем. Будет некоторая такая пародия на границе Российской империи, с той лишь разницей, что мы немножко тут Австро-Ингре земель побольше передали. А вопрос, формируемые страны, такими темпами, да, мы могли бы что-нибудь и создать, при условии, что я захватывал бы эти земли, а не делал их вассалами. Ну, ладно, будем считать, что мы якобы их сделали. Да, вот он, кстати, Республика Пруссия, которая имеет претензии на так-то немалую часть Германии, как раз, то есть мы Пруссию здесь можем восстановить. Опа, американцы принимают пакт о ненападении, мы дружбу с ними заключаем, хорош, интересный расклад, дальше я требую здесь Аляску, Порт-Артур, и потом можно будет разделить Японию с Америкой, дабы воплотить великую российскую мечту. О, здесь кто-то, по-моему, в себя поверил, Юнь-Янь, который не захотел с нами объединяться тогда, а сейчас в одиночку пошел на весь Китай. Ну, удачи тебе в этом деле. И Штаты, ооо, ничего себе, намирно отдали Аляску. Спасибо, не ожидал, но Аляска теперь наша. И у нас теперь есть решение, русская Америка, давай. Да, у нас теперь свой вассал демократический, с условной монархией, вот так вот. Немножко его не туда унесло. Знаете, что прикольно? А, японцы забрали Юнь-Янь, и волшебным образом мой союзник тоже улетел. Они, видимо, здесь по какому-то решению прожали воссоздание территории. Здесь их вассалы исчез, здесь территории исчезли, прекрасные скрипты работают. Ну ладно, хоть Тибет остался моим. И на том, спасибо. Получил цель против японцев, так как они порт Артур не захотели возвращать. Я теперь американцев подговариваю напасть на японцев. Давайте, давайте, давайте. Я, так, чисто для галочки вас зову. Сам я бы с радостью занялся все-таки немцами. Как раз могу это сделать, но тут агрессивки много дают, поэтому подождем, пока они сами нападут. Эй, американцы отказались, ну тогда ладно. Пусть сами познают мощь японцев, когда они на них нападут, а мы даже не поддержим. О, британцы согласны разделить Иран с нами. Британцы нападают, мы тоже, ну, полетели. Мы, получается, не какие-то там агрессоры, а мы мирно вместе с другими демократами решили прийти в Иран и навести свой порядок. Иху. Да, прям точно вот игры же демократов все как надо. Вот это да. 820 очков клада у нас здесь. Ну, я могу создать вассала, но он освободится из-под нашего влияния. Могу все забрать под себя. У нас цель вообще была аннексия, поэтому, Ну, как бы ее и делаем. Единственный вопрос... А, да, не даровали даже достаточно очков. Ну, придется так вот. В одной территории имперский ран остался, а все остальное наше. И приятное то, как здесь отобрали территории, в которых я недавно ведь был. Но ничего, сейчас разберемся с раном. Тут еще восстание в Индии, а потом достигнем великую цель и активируем третий Рим. Опять же, новый конфликт, где мне не хватает очков. Вот что за логика? Священная Российская империя. Бамс. И у нас теперь Российская Федерация. Ну, знаешь, Австро-Венгерская, Османская Федерация, или еще и Российская Федерация. Все как надо. Можем теперь отключить неформу. Ой, подожди, а у нас теперь же с вами куча национальных территорий, да? У нас теперь все это национальное для нас. Видите, надо было, оказывается, кушать, кушать все под себя, а не вассалами делать. Ну, неважно. Мы отыгрывали через вассалов, делали все это по демократии. А тут нам, видишь, предлагают теперь остановиться на том, что есть. Ну, давайте финальный бой. Чтобы уж сильно не затягивать, я тогда победу над Германией сейчас одержу. Заберу Австрию. Создам красивые территории в Европе. А уже дальнейшее древо на Римскую империю, думаю, немножко как-то странненько будет. Уже даже данное древо немного странно выглядит. Но я все-таки решил реализовать не только переход в демократию и развитие, но и немножко расширений. Было немножко сложно, но при всем при этом очень и очень весело. Цель готова. Вперед. Бах. И призываем. И сюда, наверное, только Пруссию пока. Полетели. Веселиться. Еееее. Красота-то какая. Сразу зажимаем здесь Кёйнсберг. Видите, как наша армия хорошо идет. Еще и щиточек здесь есть. Неполный, конечно. Да, да, да. Такое дело. Потому что здесь танки немножко иначе организованы. И броню здесь сложнее добить. Но все равно. Вы видите, Кёйнсберг закрыт. Сколько дивизий сейчас здесь просто будет уничтожено. Посмотрите. Между прочим, в советском регионе. Восточной Пруссии. И прошло там сколько? Совсем чуть-чуть времени со старта, да? Как вам? Просто миллион потерь у немцев. 169 дивизий осталось. И, кстати, кто-то из наших вассалов. А это, если быть точнее, это Румыния. Уже готова освобождаться. Грустно, конечно. Но вот так вот. Румыния уже постепенно хочет выходить из дружбы с нами. Ну, а мы тут добавляем новую армию. И, я думаю, призовем сейчас еще и Австро-Венгрию. Чтоб не мелочиться и всем вместе здесь залететь. Ну, а немцы, видите. Просто уничтожается шаблончик. А вот такое вот. Я добавил сюда как раз средний танк, который нам дал 38,8 единиц брони. И благодаря этому, ну, в большей части боев наша бароня действует. А это лучше некуда. Начинаем атаку еще и с Венгрии. Индия в союзнике, кстати. Она все-таки освободилась. А не, она и была в союзниках. Страна. Она, видимо, из Альянса на какое-то время вышла. Ну, да ладно. Все. Смерть Гитлера. Ультиматум Бенилюксу. О, подожди. Эм. Серьезно? Бельгия согласилась стать нашей территорией? Не ожидал, конечно. Падение Берлина спустя столько времени сообщили. Ну, неплохо, знаете ли, неплохо. Здесь мои союзнички делают котлы. Мы тоже здесь уничтожаем армию Венгрии. Ну и просто, зацените. Миллион шестьсот. Один к десяти потеря. Немцы уже все. Капитулируют. По-моему, каточек. Просто не заметили и прошлись. Ну и так-то получается, что все Германия, это теперь корки наши, и Пруссию как-то восстанавливать смысла нет. Эх, ну ладно, так уж и быть. Забираем все под себя, забираем флот, отправляем требования, подтверждаем, выходим. Если что, корки наши и тут тоже были, но я решил уж все-таки показать вам эту красоту. Вот она, Дунайская конфедерация. Я восстановил остров Венгрию. Вся Германия наша, но здесь Пруссия так выглядит. Давайте чисто для красоты. Ну вот просто для красоты. Вернем все-таки территорию Пруссии. Да, национальные, я понимаю, но вот. Вот такую вот Пруссию здесь можно создать. Я ее тоже сделал. В итоге 29 сентября 39-го, со старта прошло 6 игровых лет. Мы с вами тут расширились, разгромили мощный альянс Ощи. Куча мелких стран, японцы так на нас и не пошли, ну и у нас теперь просто дальнейшее древо доступно. Где мы можем хоть Римскую империю делать, хоть весь мир покорять, это не проблема. Путь на самом-то деле интересный. Очень много фокусов, событий. Единственный кабинет министров слегка страдает, потому что это в основном коммунистические советники. Командующих тоже мало. Пришлось самому их делать здесь, чтобы было хоть что-то. Ну а по законам неплохо. Нацбюджет с хорошими расходами. Гражданские свободы превыше всего. Все для народа. И все для Великой Российской Федерации, для Третьего Рима под управлением Керенского. Вот такие вот у нас социал-демократы в этом моде. Если вам будут интересны другие пути, то пишите. Могу реализовать. А так, лайки, комменты. И до скорых встреч в новых видео. Надолго не прощаюсь.